Всем огромные приветики из Антарии! У нас начался сезон бассейна и пляжей. В общем, я впервые иду на бассейн. Таилан оттуда не вытащишь, поэтому у нас бассейны не работают, пока дети у нас учатся. В общем, сейчас я вам покажу классные крема, которые я себе купила. Ой, хочу похвастаться очень вкусным рецептом. Это у нас турецкий самон, семга турецкая. Вот, и я вообще такой маринад я обычно не делаю, хотя я туда добавила немного горчицы, соли, вспрыснула соком лимона и ночь она у меня постояла. Я попробовала, насколько она нежная. Прям всем советую. Такой вот рецепт, который получился по ошибке, но очень удачно. Еще я подсела на такой зеленый острый перец, я его обжариваю, либо запекаю в духовке и к нему очень хорошо добавить йогурт. Ой, вкуснота. Ой, посмотрите, у нас все цветет, как у нас красиво. Хочу сказать, что у меня окна моего балкона смотрят на море и на бассейн. И я замечаю, в общем, здесь на аренду снимают русскоязычные несколько семей, и их дети целый день находятся на бассейне. Вот с утра и до часов, в общем-то, пяти находятся здесь. За ними никто не смотрит, их никто там не наносит им крем от загара, это же очень опасно. Это рак кожи, это вот, можно сказать, сейчас самый такой страшный рак, да, самый распространенный. В общем, не знаю. И вот они целый-целый день здесь. Они кушают здесь, бегают здесь. Ну как вот, сами по себе, сами себе дети принадлежат. Ой, сейчас я пыталась сказать одной маме, ну, так, тихо, не страшно, что ребенок все время на солнце. Она сказала, что ничего страшного, он находится в воде. Хотя мне кажется, что это наоборот. В воде ты больше загораешь. В общем, ладно, сейчас я вам покажу классный лосьон, если вы хотите красивое загорелое тело, но у вас нет возможности поехать на море. Итак, всем огромные приветики. К сожалению, мы не сможем, в общем, знаете, здесь как-то обзор такой большой со всех сторон. Поэтому открытие, ну, вообще открытие пляжного сезона мы обязательно сделаем где-нибудь в отеле. Я все равно предпочитаю чаще всего ходить в отель. Ну, не знаю, мне нравится. Ну, мне нравится, наверное, общение, когда очень большое количество людей. Вот. Так, я вам хотела показать. Короче, девочки, берите этот крем. Я не очень, как, не очень люблю косметические средства, но если я что-то говорю, значит, действительно что-то такое бомбовое. Вообще, я поклонница исключительно клиник. Ну, ее чаще всего мне ее покупает, привозит муж, покупает в аэропорту. Ну, вот этот крем, смотрите, не вея. Я поближе вот так вот его покажу. Настолько классный. И хочу сказать, что этот крем, он, ваша кожа будет просто бархатистой. Мало того, что он очень классно укаживает за кожей, за вашей, ваша кожа настолько будет приятной на ощупь, так он еще немножечко как дает красивый оттенок вашей, бронзовый оттенок вашей кожи. И не просто, я вот вообще никому не советую, вы видели когда-нибудь людей, которые пользуются автозагаром? Это настолько все смешно, да, какими-то разводами люди покрываются. Вот это, это вообще большое-большое-большое отличие от автозагара. Это действительно то, что я советую. Если вы хотите выровнять свое тело, свою кожу, то это будет очень-очень-очень-очень классно. Итак, а следующее, сейчас я этим намажусь и буду загорать. Это у нас масло, оно хорошо для загара, ну а самое главное, вы не поверите, посмотрите, сколько в нем содержится глиттера. Большое-большое количество. Вы буквально на солнце, вы будете просто блестеть. Сейчас я вся ей намажусь, и вы посмотрите, какая красивая я буду. Я думаю, что все равно через экран это не передастся. Оно тоже очень классно заложится на кожу. И придает вот этот вот безумный, знаете, вы будете просто бронзовый и переливаться будете на солнце. Настолько это будет красиво. В общем, сейчас мы с вами обнажимся и посмотрим, что у нас выйдет. Ну, я не думаю, конечно, что, как я уже сказала, что и на камере это будет, в общем, очень классно смотреться. Еще хотела бы сказать, если вы берете крем для загара, то старайтесь выбирать, знаете, какой крем, чтобы на нем было обязательно, если вы хотите, глинингер, там еще какие-то дополнения. Берите обязательно крем, на котором нарисована морковка. Этот крем вам даст очень красивый оттенок. И там еще содержится, в общем, смотрите, чтобы крем содержал витамины. Также крем был для увлажнения вашей кожи. Что-то я сегодня все называю кремом. Ну, в общем, я вам расскажу про масло для загара. И от небе это лосьон для тела. Вы не поверите, пошел дождик вообще в этом году, конечно. Уже середина лета. С сегодняшнего дня начались каникулы у детей. Не середина лета, середина первого месяца, да? Вот. И вы знаете, погода часто бывает такая пасмурная, дождливая. Ну, в общем, еще как, хотя безумно душно, но кто любит, мне нравится, кстати. Вы знаете, самое что интересное, в море очень классно купаться в дождливую погоду. Море какое-то другое. Оно теплое. И за счет того, наверное, что находишься в воде, я вообще не очень люблю дожди, но за счет того, наверное, что находишься в воде, дождь тоже смотрит, дождь как-то не особо ощущается. Вот. И когда идет дождь, море всегда более теплое. И вот сейчас тоже дети в бассейне плавают, то есть им все равно. Я села, но мне не очень приятно сгорать, когда на тебя капают крупные капли дождя. Поэтому посидим под зонтиком, наверное, сейчас выпьем кофе. В общем, вон там мой тело, он развлекается. Хочу сказать, что полтора часа, я думаю, достаточно. Сейчас я его уже заберу домой, потому что сегодня я буду заниматься собой. Сегодня я иду на дикюре, педикюре. В общем, будет у нас. Это все тоже находится в моем сете. Хочу сказать, вот вам там не видно, какие есть столбики. Мне кажется, что они классны, как стульчики. И можно прям в воде сделать бар. Мои дизайнерские идеи всегда бесподобны. В этот раз вообще очень удачно сделали ногти. Уже сколько прошло, посмотрите, как шелак отрос уже, на сколько. Вообще ногти у меня так быстро растут. В общем, сейчас сделаем какой-нибудь новенький дизайн.